Здравствуйте! Это канал Доктор Мамонтов. Канал о здоровье костей и суставов и канал об образе жизни. Тема нашей сегодняшней видео рекомендации эндопротезирование тазобедренного сустава. Когда необходима эта операция, когда эту операцию можно отложить. Эндопротезирование тазобедренного сустава широко распространено в нашей стране. Ежегодно в этой операции нуждаются сотни тысяч людей. После этой операции значительно улучшается качество жизни пациента, который страдал патологией тазобедренного сустава. Проходят боли, восстанавливается объем движений в оперированном суставе. Человек избавляется от дополнительной опоры в виде костылей, тросточки, ходунков. Выравнивается длина ног. Эту операцию выполняют высококлассные специалисты, прошедшие подготовку в крупных российских клиниках ортопедических, а также за рубежом. Используются современные типы эндопротезов. Качественное анестезиологическое оборудование. Поэтому бояться этой операции не нужно. Еще нужно сказать вот о чем. Традиционно считается, что после операции нужда какая-то в длительной реабилитации неправда. Методика эндопротезирования подразумевает раннюю активизацию человека. То есть, сегодня вам ставят эндопротез, завтра вас ставят на костыли, а послезавтра вы сами ходите на костылях с опорой на оперированную ногу. Через какое-то время вы переходите на тросточку, а затем ходите без дополнительной опоры. Вот и вся реабилитация. Когда необходимо эндопротезирование тазобедренного сустава, то есть, когда абсолютно необходима эта операция. Во-первых, эта операция необходима пациентам пожилого и старческого возраста, у которых произошел перелом шейки бедра. Потому что, если эту операцию не делать, пациент просто умрет. Либо от самой травмы, либо от осложнений, таких как пролежние, присоединение вторичной инфекции, пневмония, почечная недостаточность. Эта операция необходима в тех случаях, когда диагностирована опухоль области тазобедренного сустава или верхней трети бедра. Без эндопротезирования вылечить такого пациента невозможно. Когда показана абсолютно эта операция еще? Показана молодым людям, у которых не срастаются переломы области тазобедренного сустава. То есть, молодой человек во время травмы получил перелом области тазобедренного сустава, а еще в сочетании с переломом костей таза, неоднократно оперирован, а перелом в силу каких-то причин не срастается. Что делать? Нужно ставить эндопротез, бесполезно лечить его дальше консервативно. Еще одно абсолютное показание для замены сустава, это асептический некроз головки бедренной кости. Когда головка бедренной кости распадается на куски, или, как мы говорим, на секвестры, такой человек не может найти места. У него боли постоянные. Единственным способом лечения такого пациента является замена сустава. Есть условия еще, при которых единственным способом лечения патологии тазобедренного сустава является эндопротезирование. Это усиливающийся болевой синдром. То есть вы говорите доктору, что полгода назад у меня были незначительные боли, но со временем эти боли усилились, а сейчас они постоянные. Это показания для эндопротезирования. Второе условие. Вы увеличиваете прием обезболивающих препаратов, особенно препаратов НПВС, нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как диклофенак, найс и других. Вы говорите доктору, вот полгода назад принимал одну таблетку в месяц, там, три месяца назад таблетку в неделю, теперь пью по таблетке каждый день, а то и по две. Это тоже показания для эндопротезирования, поскольку длительный прием препаратов НПВС ведет к эрозимным гастритам и впоследствии может это привести к тяжелому желудочному кровотечению. Еще одно условие, при котором необходимо эндопротезирование тазобедренного сустава. У вас уменьшается расстояние, которое вы можете пройти безболезненно. Вы говорите доктору, полгода назад мог пройти 3-4-5 километров и ничего меня не беспокоило. Сейчас иду 200-300 метров, начинает болеть тазобедренный сустав, что вынуждает меня остановиться, отдохнуть, а потом снова продолжить ходьбу. Это тоже показания для эндопротезирования. Еще одно условие, когда необходимо делать протезирование. Вам поставлен диагноз деформирующий артроз тазобедренного сустава. Вы регулярно проходите консервативное лечение, включающее все. Массаж, физиотерапевтические процедуры, вытяжение сустава, внутрисуставное введение протезов синавиальной жидкости, но эффекта, к сожалению, нет. Нет смысла дальше продолжать это лечение. Необходимо эндопротезирование тазобедренного сустава. Когда можно отказаться от этой операции? Можно отказаться в следующих случаях. У вас деформирующий артроз начальных стадий, первой-второй степени. Вас не беспокоят боли или боли незначительные. Вы не принимаете никаких обезболивающих препаратов. Вы не используете дополнительную опору. У вас есть лишь ограничение движений в тазобедренном суставе. При этих условиях можно назначать консервативное лечение. Консервативное лечение также назначается пациентам, которым отказано в оперативном лечении в силу их тяжелой сопутствующей патологии, такой как декомпенсированная патология сердечно-сосудистой системы, заболевания печени, почек, тяжелый сахарный диабет. Потому что сама операция имеет высокий риск смертельного исхода во время операции. Таким пациентам отказывают в оперативном лечении и можно проводить консервативное лечение. Что входит в консервативное лечение? Это внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты. Или по-другому их называют протезы синавиальной жидкости, такие как синвиск, ферматрон, гиостат, гиалган и многие другие. Это внутрисуставное введение озонокислородных смесей, вытяжение тазобедренного сустава, физиотерапевтическое лечение, массаж, остеопатические методики. При этом надо понимать, что консервативное лечение направлено не на излечение вот этой болезни, патологии тазобедренного сустава. Вылечить это невозможно. Это направлено на облегчение симптомов, то есть уменьшаются боли, улучшается объем движений, и главная задача приостановить дальнейшее разрушение тазобедренного сустава. Если вам поставили диагноз деформирующий артроз тазобедренного сустава, и вы находитесь на распутии, делать вам операцию или не делать вам операцию, воспользуйтесь повторной консультацией. Если вам интуиция подсказывает, что и этого недостаточно, воспользуйтесь еще одной консультацией. Подписывайтесь на наш канал, поделитесь этим видео с вашими друзьями, родственниками и знакомыми, записывайтесь к нам на консультацию. Всего вам доброго!